Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас очередное занятие в соответствии с планом. План у нас не догма. Я хочу вам сообщить, что 27 числа должна была быть лекция товарища Городникова «Классовые сущности межнациональных конфликтов». Мы ее передвигаем на одну неделю, а сюда поставим такое обсуждение о событиях, о проблемах Новороссии, обсуждение о задачах коммунистов в Новороссии. Наши два товарища ездили в Новороссию. Это товарищ Маленцов Степан Сергеевич и товарищ Бегизов Александр Владимирович. И вот они у нас будут заботчиками в этом вопросе. Но я думаю, что и другие товарищи, присутствующие, тоже выскажутся на эту тему. Тем более, что вопрос о том, что делать коммунистам в Новороссии, активно обсуждается, в том числе на Красном ТВ, там пишутся комментарии, но и в газетах. Поэтому нам это нужно будет обсудить. Мы договорились об этом. И соответствующее решение ректор уже принял. Такая передвижка сделана. В соответствии с этим, вопрос о борьбе профессионального сохранения и улучшения здоровья трудящих нам придется перенести на следующий семестр учебный. А так все остальные пункты у нас останутся. А сегодня у нас лекция очередная по плану. Кандидат экономических наук Борис Николаевич Гавшин прочитает лекцию «Ленинский план подъема промышленности в работе очередной задачи советской власти». Пожалуйста, Борис Николаевич, спасибо. Мы сейчас находимся в преддверии праздника. Я вас поздравляю всех с выступающим праздником Великой Октябрьской социалистической революции. Ну и сегодня тема лекции «Ленинский план подъема отечественной промышленности в работе очередной задачи советской власти». Цель этой лекции – показать актуальность ленинских идей для решения подъема промышленности нынешней России. Ну и какие Ленин ставил в этой работе задачи? Первая задача – это поднять производительность труда. И это было очень актуально, это всегда актуально, но после, конечно, революции, как состоялась в 1917 году, можно представить, в каком состоянии вся наша находилась промышленность. И когда эти задачи поставил? Уже в марте, в марте 1918 года. После заключения, как только стал мир, так, хотя все было достаточно очень неспокойно и в международном плане, и в стране было, но уже была поставлена задача. Причем вот эти вопросы дальше уже работали не только при Ленине, но и исполнителем и был Сталин. И вот мы выиграли Великую Отечественную войну, ведь мы знаем бюджет за время Великой Отечественной войны от начала войны к концу войны стал почти в два раза меньше. За счет двух факторов – научно-технического прогресса и производительности труда, который поставил Ленин в своем плане в работе очередные задачи советской власти. – Что за бюджет? Какой бюджет? – Военный бюджет. Военный. Военный, конечно. Во время войны он уменьшился, да, он уменьшился. Хотя производили в войну, конечно, военным идет разговор, что производили все больше и самолетов, и танков, и катюш, и орудий, а на войну тратилось гораздо меньше. Это, в первую очередь, производительность труда, который поставил своей задачей в этой работе Ленин. Поставил вопрос о соревновании. Чем соревнования отличаются от конкуренции? Соревнования от конкуренции отличаются тем, что если одно предприятие, другое предприятие лучше начинают работать, то весь народ начинает совершенно лучше жить. А конкуренция? Конкуренция, если аналогичные предприятия выпускают одну и ту же продукцию, то конкурент конкурентов в мире пытается принизить, а если можно, уничтожить. Ну, это вот закон капитализма. Поэтому, когда соревнования, то тогда, конечно, подъем значительно больше идет. И в этой работе что еще Ленин предложил? Всеобщий контроль и учет. Причем, в ранг закона ввели, чтобы рабочие контролировали всю деятельность предприятия, выпуск продукции и реализация продукции. Это тоже дало большую силу. Вот у нас сейчас, допустим, рабочие нигде ни по закону, ни каким образом не допускаются. Везде коммерческая тайна. Какие прибыли извлекают капиталисты, это никто и не знает. И как реализовывается продукт, произведенный рабочими, тоже никто не знает. Вот Ленин тут опять был впереди и сейчас, и его актуальные ленинские идеи. Дальше. 18-й год, март месяц, уже Российская Академия Наук приступила к тому, чтобы посмотреть, что есть в России и как запустить промышленность. И поднять промышленность на более высокий уровень. Причем рассматривалось, где какое сырье, где добывают, где целесообразнее построить новые заводы. И это все дало уже, когда на 18-м съезде ВКПВ товарищ Сталин 26 января в 34-м году сравнивал ведущие страны мира и Советский Союз за 20 лет с 13-го года по 33-й год. То подъем промышленности в Советском Союзе был 391,7%, а самый лучший показатель в США 110 всего процентов, Германия 107 процентов, а Франция, Англия вообще в минус ушли под 80-90 процентов. То есть это вот все исходило из той работы Ленина, очередные задачи советской власти. И если бы были такие темпы и подъем промышленности, потому что как раз эта вся цепь работала и вплоть до Великой Отечественной войны. И в Великую Отечественную войну. Поэтому промышленность наша очень ощущала сильный подъем, поэтому и был потенциал в том числе и выйти победителями во Второй мировой войне. И Ленин говорил, что важно взяться за главную цепь всеми силами и потянуть всю цепь. И эта цепь почти как цепь у кузнеца. Да. Вот. Поэтому вот ленинская работа актуальна. Если сравнить и идеи Ленина с сегодняшним днем, ну вот, наши капиталисты извлекают прибыль, получают прибавочную стоимость. Ну вот, если получив прибавочную стоимость, казалось бы, куда в первую очередь направить? В первую очередь в подъем промышленности, исходя из ленинской работы. Если в подъем промышленности направить, то не будут, как сейчас по промышленности, нулевые практически показатели. А не как товарищ Сталин в 34-м году говорил, что 391% по сравнению со 100% в 13-м годом. То, пожалуйста, у нас нулевые показатели. Что надо сделать? Ну, в первую очередь, наверное, чтобы вот это из прибавочной стоимости не направляли все деньги за границу. Не покупали там замки, клубы, заводы, гостиницы и на Лазурном берегу, и в Майами, и где угодно по всему миру. А хотя бы 90% направлялось в развитие промышленности своей страны. А не увозилось в обшорные зоны, и в свою недвижимость, и в свои развлечения, в том числе и куршавелите. А уж 10% пускай бы оставалось из прибавочной стоимости буржуазии. И тогда бы развлекались и в куршавелих, и везде. А не все вывозили отсюда. На каком это уровне можно? Вот Ленин контроль и учет в первую очередь в рамках закона сделал и предложил. Но вот у нас, по-моему, на законодательном уровне такой вопрос не обсуждается. Вот мы можем посмотреть, какие вопросы обсуждаются. Но вот обсуждались очень интересные вопросы передвинуть стрелки часов. Очень хорошо обсуждались. В каком месте пить или не пить? И в какое время разрешать спиртные напитки подрывать? Курить? Где? Когда? В каких местах? Это вот очень здорово. И в правительстве обсуждался вопрос упорядочить и ужесточить выдачу водительских удостоверений. Ну вот я в свое время достаточно плотно с этими организациями и работая в них соприкасался. Ну что сидят заседания правительства? Вежливое, безразличное, вот, ко всему, то, что мы видим по телевидению. Вежливое, безразличное отношение. Все тихо. А у Ленина когда? Это жаркие были дискуссии. В обсуждении всех вопросов. И, конечно, здесь опять-таки надо возвращаться к этой работе и черпать отсюда. Ну вот, какие еще, может быть, вопросы обсуждать? Обсуждать, чтобы не умирали предприятия. И мы с вами на эту тему говорили. Аморационное отчисление. Морт – это смерть, а аморт – то есть не допустить умирания предприятий. Но, опять-таки, на каком уровне надо? Или на исполнительном, или на уровне законодательном уровне решать эти вопросы? И, в целом, надо смотреть, чтобы именно органы исполнительной, законодательной власти думали над этим. Вот, как поднять промышленность? Потому что, вот сейчас идут санкции. Санкции со стороны Европы, под нажимом Америки. И Америка продвигает свою стратегическую линию однополярного мира. И фашизм на экспорт американский идет по всему миру, в том числе и на Украине. И вот, когда мы сильны, чтобы не бояться санкций? Когда у нас мощная промышленность, и какие-то, может быть, были бы заводы, европейские, американские, но их был бы мизер. Остальные все наши, если бы даже санкции ввели, мы бы не ощутили вот эти санкции. А когда поставили курс на интеграцию, продали многие заводы, в том числе и американцы. Вот сейчас мы 300 лет Сестерецку отмечали. Прекрасный был завод. Завод, который просуществовал со времен Петра Первого. Там была испытана первая подводная лодка. Неудачное было испытание. Погибли там люди, но это первая подводная лодка в те времена. При каком? Общественно-политическом строе было. При феодальном. Ну, тогда действовали. Даже тогда. Хотя он, конечно, менее прогрессивный, чем капиталистический. И, конечно, более, менее прогрессивный, чем социализм, коммунизм. Конечно. Вот. Но, тем не менее, действия в национальных интересах поставили завод. Этот завод просуществовал как оружейный завод до 1947 года. Выпускалась последнее оружие винтовка Мосина. Создатель винтовки Мосина, он же генеральный директор, увековечен бюст. Очень хорошо. Но с 1947 года завод точных инструментов. Как тогда говорили о рамках конверсии. Но вот выпускали инструменты. И пользовались прекрасным инструментом отечественным, а не китайским. И не каким-то дорогим немецким. Но вот купил американский, как сейчас говорят, инвестор. Купил американский инвестор. И как вот сейчас в Сестроецкой газете пишут, что купил за мизерную сумму. Но эту сумму не называют. Вот это коммерческая тайна. Вот если бы рабочие, как во времена работы, которую писал Владимир Ильич Ленин, очередные задачи советской власти контролировали бы рабочие, учеты контроля организовали, то, наверное, Сестроецким оружейным заводом вот такого не было. И таких достаточно много заводов. И авиационной промышленности. Здравствуйте. И многих отраслей военно-промышленного комплекса. Вот если вот это подчеркнуть, то, наверное, это было бы правильно. Потом, вот у нас, где бы могла буржуазия? Она же заинтересована, национальная, в первую очередь, не комбрадорская буржуазия, которая уничтожает отечественные предприятия и, в лучшем случае, зарубежные бренды. А национальная буржуазия где бы могла? Ну вот смотрите, везде, во всех, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Европе, не плоская, а прогрессивная шкала налогообложения. Богатые заплатят там больше 50% в разных сторонах по-разному, а бедные вообще освобождены. Ведь никто не... Разве идут на правительственном, то есть на исполнительном уровне, жаркие споры. Ведь это же тоже могло бы поднять и бюджет государственный, и этот бюджет не вывезли бы туда, а направили бы как раз на подъем промышленности, который ставил Ленин задачи, очередные задачи советской власти. А что у нас не очередные задачи? Если прошел московский... Где это принималось решение? На московском чрезвычайном съезде. Но у нас... Что? Разве первоочередные задачи? Первоочередные задачи нельзя сейчас принимать. Это же тоже чрезвычайная ситуация, когда идут санкции против России. И ведь надо же не так, что куда вообще занесет промышленность, а по какой-то определенной программе. И эту программу тоже надо, во-первых, обсудить первоочередные меры. И на исполнительном уровне, и на законодательном. Вот мы как-то не ощущаем. Вот, казалось бы, и Валентина Ивановна у нас там, наш губернатор, возглавляет Совет Федерации, в Верхнюю Палату, сенаторы со всех регионов, со всех регионов. Что там? Вы видели что-нибудь, чтобы Верхняя Палата серьезно бы обсуждала эти вопросы? Как поднять отечественную промышленность? Ну, там было в Москве такой съезд. А что у нас? Что происходит? Где жаркие дебаты? Что по телекрану покажут? Очень один человек монотонно говорит, все остальные сидят, все пошли. Никаких жарких споров нет. А что у нас ситуация? Ну, у нас темпы роста производства резко отстают. И от КНР Китая, где возглавляет коммунистическая партия, отстает у нас промышленность. И от Узбекистана, и от Азербайджана уже отстает. И по темпам, так что мы, сейчас нулевые показатели, куда мы идем? Конечно, надо, кроме первоочередных мер, которые вот сейчас надо принять, конечно, надо опять у Ленина учиться. Для чего Российская Академия Наук изучала это все? Для того, чтобы в 2020 году, уже в продолжении этой работы, Российская Академия Наук приняла план, единый хозяйственный план десятилетний, который предусматривал удвоение экономики, куда и входило Гойл-Ро, и был досрочно еще и выполнен. У нас Российская Академия Наук Фурсенко, министр, заявляет о распуске, о сокращении. Ливанов, нынешний министр, но я понимаю, конечно, он и стал министром, может быть, в первую очередь, что Дмитрий Рогозин там, у него, хотя Дмитрий Рогозин очень патриотически настроен, родственник, и, конечно, сейчас родственников всех подтягивали, Сердюкова подтягивали министром обороны, не потому, что он крупный военный специалист, и здорово развернется и двинет министерство обороны в правильном направлении, по другим критериям. Женился на дочери Виктора Алексеевича Зубкова, ну, пожалуйста, получай министра. Или по каким критериям, я не знаю. Это тоже надо бы посмотреть, по каким критериям назначаются. Конечно, это большие вопросы. Конечно, при таком положении дел, коль роста промышленности нет, конечно, надо вести жаркие споры и назначать людей. У нас же есть, вот я похвалил Дмитрия Рогозина, очень патриотически хорошо настроен. Мединский по культуре прекрасно настроен, очень патриотично. Лавров, что вы говорите? Ленина надо вынести, он заведом говорит Мединский. Здесь это высокие деталых качеств. Ну, конечно, это же буржуазные деятели, конечно. Ну, реально таких единиц, правильно? Конечно. А то, что Ленина говорят вынести, вот мы сейчас обсуждаем, в Харькове снесли памятник Ленину. И это неправильно, это как уничтожается историко-культурное наследие. Это же память. Ну, а в России ведь то же самое уничтожается памятник Ленину. Ну, не так, что рухнули толпа, там и избивают. Ну, их же нет. Приезжаешь на Ленинградский вокзал в Москву, на вокзал, носящий до сих пор имени Ленина. Ленина нет. Раньше говорил, что 11 марта 18-го года советское правительство переехало из Санкт-Петербурга в Москву. Это о чем-то говорила историческая надпись. Сейчас добро пожаловать в Москву. Ленина нет ни о чем. Ну, добро пожаловать в Москву. Ну, понятно. Такая неисторическая вот не... Что происходит? То же самое, что у нас памятник Ленина и обсуждали здесь у Смольного снять. Обсуждали везде ведь все то же самое происходит. Такие же течения. И, конечно, буржуазные руководители, наряду, что они достаточно патриотические некоторые настроены, конечно, они выполняют идеологию господствующего класса, то есть буржуазии. И ведь буржуазия может черпать, чтобы удержать власть. Ведь они должны какую политику? Ведь политика, мы знаем по определению, это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Ну так, чтобы ее осуществлять, удерживать, ведь надо же, чтобы страна развивалась. Иначе, если не будет страна развиваться, то и исход страны предрешен. Поэтому, конечно, здесь это очень важно. Даже в Америке, как мы говорим, там есть, допустим, налог на наследство. Если до миллиона, то все сынки, дочери получают в полном объеме. Но если миллион и выше, 85% забирает государство. это в развитых Соединенных Штатах Америки. И таким образом пополняется бюджет и государство. Что такое по определению государства? Это орган управления господствующих глаз. Или, как Марс говорил, комитет по делам буржуазии. Но комитет по делам буржуазии же может направить опять-таки на подъем промышленности вот эти деньги. И чтобы эти предприятия, которые достались государству, сыночки не распродали, куда-нибудь в обшорные зоны не отправили, очередные замки клуба на Лазурном берегу не купили и не прогуляли. Государство таким образом регулирует. Или следующий вопрос обсуждался бы. Где у нас основные деньги? В акциях. мы говорили о налоге с физических лиц. Есть акционерные общества и в основном деньги в акциях. Но комитет по делам буржуазии принял решение, чтобы с этих капиталистов брать все-таки не 13%, как со всех берут с физических лиц, а надо 9% более льготные. то есть имея громадное количество денег в акциях еще и заплатят всего 9%. Что это нельзя обсуждать, кроме как переводить стрелки, где пить или не курить? Вот по-моему чем надо заниматься. Тогда и промышленность наша будет развиваться более высокими темпами. или руководству нельзя посмотреть вблизи, что ведь непорядок, если взять децильные коэффициенты, о которых мы тоже здесь говорили, 10% самых бедных и 10% самых богатых, в 3-5 раз, по Европе в 5-7 раз, в США в 9 раз, а у нас в 32 раза. Но это же взрывоопасная обстановка. Надо же принимать и регулировать государство, и это где обсуждать? Опять-таки где? На законодательном или исполнительном уровне. Но мы же не видим, что где-то в правительстве идут жаркие споры, как вообще вот эту взрывоопасную обстановку ликвидировать, чтобы приблизиться сначала по разрыву к США, к Европе, а потом к скандинавским странам. Нет, остается вот таким образом. Потом госзаказы. Ведь это же важно, когда госзаказы, имея государство, какие деньги направляют в свою промышленность, а не поднимают зарубежную промышленность. Но у нас готовую продукцию закупают зарубежных заводов, поднимая уровень тех капиталистов, но никак не развивая свою страну. Где вообще жаркие споры идут на этот предмет? Поэтому, конечно, если был по-ленински и рабочий контроль, и учет, посмотрели бы, куда деньги отправляются, нужно ли мистрали покупать по 400 миллионов евро, нужно ли покупать Сапсаны, Сименсы в рамках стратегического экономического партнерства в Германии на 600 миллионов евро рамочный договор, или направить в свои. Вот мы говорили, Кировский завод, основная деятельность сдача площадей в аренду, Тихвинский завод и филиал, который готов был Сокола выпускать, никто опять, все, локализация, локализации, как правило, нет, уничтожаются наши предприятия, вот я сам по поручению нашего движения выступал о сохранении отечественной промышленности метро Дубровка, где Норд-Ост был у завода Шарико-Подшипник, на следующий день выступал, памятник Лихачеву, на заводе Лихачева, о сохранении уже завода Лихачева, но ведь уничтожаются эти предприятия, их все меньше и меньше. А у нас на берегу не выходят уничтожить? Достаточно, их десятки тысяч предприятий уничтожили, поэтому ведь рухнет все, и тогда вспоминая другую ленинскую работу, уже не очередные задачи советской власти, а грозящая катастрофа, и как с ней бороться. Конечно, это все угрожающе действует, поэтому, конечно, надо исполнительной власти повернуться лицу к этим проблемам и обсуждать, и решать на всех уровнях, подвергать и поручать и законодательной власти решать эти вопросы. Теперь вот нефть, мы качаем нефть в ледовитый океан и идем и разрабатываем там новые участки по добыче нефти. Но это хорошо, конечно, что мы идем и понятно, что когда был Советский Союз, ведь у нас созданы первые атомоходы и Ленин, и Сибирь, и Арктика, и действительно много было станций на Северном полюсе, мы фактически владели этим. Потом позиции сдали, уже не только которые прилегают к ледовитому океану, в Японии уже заявляют на свою что ей принадлежала часть ледовитого океана. Борьба за ресурсы идет, но где надо поднимать промышленности? У нас что качать? Нефть сырую. Но почему не поставить в качестве государственной задачи переработка нефти, чтобы готовая продукция шла? бензин, керосин, масла, все здесь глубокую переработку. Нет, не обсуждается, как вообще это. И конечно это достаточно большая проблема. Потом ведь вот такая большая страна, ведь она не может развиваться в хаотическом порядке. Вот эта отрасль, вот эта, вот эта отрасль. Ведь прекрасно появилась концепция, подписанная Путиным в ноябре 2008 года как председателем правительства. Концепция социально-экономического развития страны до 2020 года. Перед этим выступил прекрасно выступил о стратегии развития России до 2020 года на расширенном заседании госсовета. Но эту концепцию забыли? Мы сейчас вспоминаем. А вы слышали, где-нибудь сейчас вспоминают? Ведь Клуб 2020, что это распущен клуб? Нет. Так что он не собирается? Что исполнительная власть не спрашивает, что сделано? А нынешнее правительство во главе с Дмитрием Анатольевичем, кто мешает вообще эту концепцию уже из концепции сделать программу, а на 20% государственно сделать план. Ну это же надо делать. Не может же страна развиваться так, что в хаотическом порядке куда занесет. Поэтому вот в основном конечно и верхняя палата Совет Федерации и нижняя палата Государственной Думы, то есть в целом федеральное собрание должны над этим работать. И у нас получается так, что выступил президент в ежегодном послании федеральному собранию, поговорили, пообсуждали, он послал и все забыли. А сам то он помнил? Ну вот мы и говорим, что вот где по ленинскому ленинскому вот где вот эта цепочка вся развития страны программу никто и не разрабатывает. Почему бы Ленина не черпать, чтобы поручить Академии наук, как по ленинскому плану, чтобы она разрабатывалась с подключением отраслевых вузов, НИИ. Почему это до сих пор не делается? Потом Ленин говорил, что партия привлекает своей программой. Ну вот у нас четыре ведущих партии. Ну вот сейчас какие они? До сегодняшнего дня было три буржуазного толка, а четвертая КПРФ мелкобуржуазная. Ну вот сейчас системная оппозиция. Да, а вот сейчас КПРФ заявила, что все-таки надо вставать на ленинский путь. И как Ленин говорил, или диктатура буржуазия, или диктатура пролетариата. Нет ничего среднего. Кто это не понимает, он или глупец, или дурак, или в другом говорил, что его не только на трибуну, кто это не понимает, но и на собрание пускать стыдно. Но вот сейчас КПРФ взяла курс или диктатура одного класса, или другого класса. Нет никакого народного или общенародного, и никакого третьего не дано. Но вот есть привлекательные программы. вот Единая Россия, где с единой Россией работают в основном и в исполнительной и в законодательной власти. Ну, казалось бы, весь потенциал, все институты и власти, и науки, лишь бы поручить. Ну, поручить надо не просто высшей школы экономики, а в целом, как делал Ленин, Российская Академия Наук. Зачем разгонять? Надо, чтобы работали на страну, но ведь не делают. И программ, что у нас представлены программы от Единой России или Справедливая Россия, в лучшем случае это концепция. Что такое концепция? Концепция это замысел. Если это на долгий период, долгосрочная концепция. То есть задумка, замысел. Ну, надо же и то тезисно очень. Называют это программой, но никакая же это не программа. Программу надо расписать, последовательность действий, какая отрасль, как будет развиваться, сколько под это надо новых кадров. Что у нас готовят вузы. Вот я сейчас сам в Московском государственном машиностроительном университете, куда вошел сейчас в бывшее МАМИ, Московский государственный технический университет, вошел открытый Московский государственный университет имени Виктора Степановича Черномырдина, вошел университет инженерной экологии. Это все стал Московский государственный машиностроительный университет. таких вузов достаточно много. Ведь что должны тоже предложить разрабатывать программу. На знаменитой политех, где наш Иван Михайлович трудится, что танковая промышленность не нужна. Казалось бы, тоже должны эти вузы работать вместе с другими вузами и под Российской Академией Наук и выдать программу развития России. Это, конечно, был бы громаднейший шаг, но эти шаги тоже, к сожалению, не делаются. Поэтому вот эта лекция и посвящена была актуальности ленинских идей для подъема отечественной промышленной нынешней России. Спасибо за внимание. Переходим к вопросам. Пожалуйста, Павел Иванович, а кого вы рекомендовали на пост председателя правительства? Или вы считаете, что Дмитрий Анатольевич адекватен в занимаемой должности? Значит, любого руководителя надо оценивать по показателям в стране. Если показатели у нас, а мы сегодня разбираем ленинскую работу по промышленности, если у нас по промышленности нулевые показатели, то с такого, допустим, председателя правительства, если вы спросите, конечно, надо уже спросить. И кто может спросить? И федеральное собрание, и президент, и народ, и рабочие могут спросить, потому что вот если бы рабочие спрашивали, что же у нас промышленность разрушается, это бы было тоже здорово. Поэтому вот такое движение, если бы было, это тоже было бы большой плюс для нашей подъема промышленности. Еще вопросы? так вы не отмечали кандидатуру, так кто по-вашему? Ну, это потянешься. Ну, если взять, все как берут? Вот когда Владимиру Владимировичу задали вопрос, а кто ваш преемник? Он назвал всех четыре человека, кто первые лица ведущих партий. Если по этому принципу вести, то в окружении, ну, я считаю, конечно, Дмитрий Рогозин, наверное, самый патриотически настроен и самый такой из всех вице-премьеров, самый ведущий, я считаю, это бы было гораздо лучше кандидатура, чем... Лавров. Не, ну, Лавров хороший министр иностранных дел, но я думаю, по промышленности Дмитрий Рогозин, конечно, он прошел путь и сейчас достаточно хорошо в ЭПК-то хорошо же поднимается. Он сумел доказать в свое время и с Сердюковым боролся, что тот закупает... Чубайса нельзя поставить куда-то... Чубайса понятно, как относится. Тут ты заботишь вопрос даже. А вот при капитализме соревнования есть или нет? Нет, при капитализме мы только на эту тему говорили, что при капитализме конкуренция, при социализме соревнования. И Ленин в какой-то работе тоже писал, как организовать соцсоревнования. Потому что мы говорили, соревнования это все работают к единой большой цели и все начинают лучше жить. А конкуренция отличается тем, я в своем выступлении говорил, что каждый конкурент конкурента пытается принизить, а если можно уничтожить. Вот так и работают законы капитализма. Конечно, нет соревнований. А как между Советским Союзом и США разве была конкуренция? Мне кажется, с вами была не была. Мы рассматриваем о промышленности. И ленинская работа именно подъем промышленности. Очередные задавки советской власти подъем промышленности. Вот в промышленности при капитализме конечно только конкуренция, а при социализме только соревнования. Еще вопрос, пожалуйста. Так вы что, допускаете, что паразитический класс крупных собственников российских сейчас позволит кому-то организовать такое правительство, в котором будут заниматься, как занимались во времена Ленина? Конечно, не позволят. Они туда поставят тех людей, которые будут заниматься распилами, которые будут заниматься тем, что будут способствовать их доходам всячески. Как там появится только светлая голова, которая скажет, знаете что, вы собственники там помолчите, а мы вот здесь специалисты, мы сейчас решим, их разгонят в счет понимателей сразу. Здесь снова посадят туда таких, которые нужны им. То есть, фактически, мы сейчас имеем, я вот даже отвечаю на вопрос, мы имеем такое руководство в стране, которое изображает руководство. Хорошо скажем. Ну, лучше или хуже, изображает. Вот они попытались себя противостоять западным странам. Делать им это очень сложно, по той простой причине, что они все эти годы изображают. Вот сейчас что-то надо сделать. Это выступление, да. Вопросы какие? Уже закончились. Ну, конечно, это же комитет по делам буржуазии. Если уж перевести как бы вопрос. Конечно, комитет по делам буржуазии, что может поставить? Кого? Ну, вот, если у вас, допустим, 5 миллионов евро, давайте, я знаю, как пройти, в партию, в какую придем, от партии выделим вас в законодательную власть. Ну, можно рассмотреть, конечно, в исполнительную власть. Но если вы не подступитесь в комитет без денег, то вы никуда не пройдете. И идут все с деньгами. Что у нас разы много рабочих представлено в той же законодательной власти? Конечно, нет. Комитет по делам буржуазии это регулирует. И идут только богатые туда. Конечно, так. Возглавляем. Главное, перешли к выступлению, уже было первое. Присаживайтесь. Спасибо. Переходим дальше. Продолжаем выступление. Что еще желаете? Пожалуйста. Я хочу сказать, что у нас очень это сувереннее. Как вы хотите? Очень сувереннее, потому что, если смотреть более широко на то, что происходило в России в последние годы, то, надо сказать, что это социальное соревнование, о котором вы говорили, оно же не социалистическое. США сводилось к тому, что постепенно Россия умирала. Умирала во всех отношениях. То есть, закрывались одно предприятие, второе, третье, численность населения убывала. И спасибо, как говорится, тому, что сейчас произошло. С одной стороны, определенная часть буржуазии где-то встрепенулась, она вообще поняла, что ее не только рабочих уничтожают, и крестьянского, и руководство российское будет уничтожено, и поступит с ним так же, как с Каддафи. И так же, как с лидером Багдада, так сказать, с законно избранным президентом, повесят, и все. И вот, надо сказать, что появился некоторый поворот, и какая-то часть буржуазии решила бороться не только за иностранные интересы, но еще и за свои. это во-первых. Во-вторых, наблюдается, что, несмотря на бодрые заявления, что нам санкции только помогут, такое впечатление, что санкции если заставят, а сами мы делать все равно не будем. Дескать, вот нам санкции нас заставляют уже не брать яблоки из Польши, а что, везут их из Тамбовской области? Нет, их сейчас поведут из Азербайджана. Мясо? Ну, надо коровники строить? Нет, у нас было 20 миллионов крупного рогатого скота в 90-м году, а сейчас 8 миллионов. То есть, шло уничтожение, причем тихо так, то кричали, что в коллективизацию много было порезано скота, тут в годы реформы перестроек убивают корову за коровой, уничтожают коровник, уничтожают животноводство все больше и больше. Почему мы на экспорт зерно отправляем, что больше что-либо производить, чем в советское время? Между коров? Нет, коров нет, значит, не производится фуражное зерно, оно не нужно на коров, скоту, значит, это все можно отправить туда и так далее. То есть, вот, казалось бы, такой момент, когда надо было взять, вот я согласен с Борисом Николаевичем, сейчас самое время, сейчас все, если подумать, что, какие меры будут приняты, ничего же нету, никаких мер. Вот нынешние государственные власти, вы совершенно правильно ставите вопрос, что вроде бы, как бы, по идее вообще, ну, американская буржуазия отстаивается, экономически свои интересы, немецкая отстаивает, ну, это наука для нашей буржуазии, ну, хоть о своих интересах подумайте, но о интересах народных не ждите, что они подумают, ну, о своих-то интересах подумайте хотя бы, даже прибыль, скажем, больше можно получить от обработки, от обрабатывающей промышленности, потому что, если у вас только вы гоните сырую нефть, а вот, сказать, вы туда всю прибыль отдаете, потому что прибыль получает за границей, за бензин, за масла, и за геросин, и за все прочее, за все продукты переработки, из газа делают, как известно, пластмассу, а мы газ просто гоним туда, а там будут делать из него что надо, как будто, как тот же самый Узбекистан, хлопок отправляют туда, а брак на рубашке, я недавно, купил рубашку сыну в подарок, за пять тысяч рублей, ну, думаю, ладно, думаю, ладно, жена как узнала, мне даже нехорошо, мне было, что это, говорит, такое, ну, это же, то есть, обратно возвращается, прибыль уходит сюда, и сюда приходят, так сказать, продукты, товары для того, чтобы забрать наши деньги, то есть, действительно, самое время, ну, совместимо ли с капитализмом программирование, совместимо, ну, на месте какой-то программы действий, что, зачем будем делать, иначе такая большая страна, как Россия, не может быстро развивать, в принципе, не может, не может быстро ехать автомобиль, если не горят фары, если вообще нижний свет, и полностью туман, в темноте, как шли в темноте, вроде бы начали светить вот эту концепцию, но доработать ее до программы, до выполнять, нет, мы ее забыли, то есть, что значит мы, мы-то как раз не забыли, даже вообще в народной правде напечатали, так сказать, из нее выдержки, так сказать, соответствующие положительные оценки дали, тут же, так сказать, тут же, мы увидели, как дружно все руководство забыло ее, а ведь такие документы должны пройти Думу, потому что если они пройдут Думу, они получат ранг закона, они должны пройти правительство, нет постановления правительства по этому поводу, нет ничего, есть только распоряжение Путина, то есть распоряжение шестистепенное, так сказать, это при подготовке к заседанию правительства такие бумажки пишут, это бумага, которая не носит никакого обязательного характера, ни для кого, ну а уже, так сказать, выполнение посланий, ну это вообще куром на смех, что это такое за документ выполнения посланий, дескать, человек выступил, вот давайте выполняйте, что выполнять надо, это же не задание, это же не план, это не программа, то есть надо сказать, что наш комитет по делам Бурразии, ну он просто на нижайшем уровне работает, на нижайшем, Пусть возьмёт пример, они же любят цивилизованных. Почему, если цивилизованных у нас имеется 13%, не 13%, а до 56,8% во Франции ставка налогообложения? Нет, мы не будем делать. Если там имеется неравенство, то в Америке 9, в 9 раз в уровне жизни. Для того, чтобы не было вот такого разноса и вот такого напряжения вообще в народе, в стране и в экономике. Нет, у нас 32%. Почему, если там делают 1-2% в той же самой Америке ставку рефинансирования, для того, чтобы можно было дать дешёвый кредит для развития американской промышленности, а мы делаем 9,5%, вот сейчас гражданка Набиулина, которая делает во вред вообще нашей экономике и нашей промышленности, её покрывает руководство, я думаю, по неграмотности экономической. Покрывает её и президент, и председатель святой министров. Председатель святой министров вообще кандидат юридических наук. Ничем себя в экономике никогда не зарекомендовал. А президент, вроде бы кандидат экономических наук, должен был бы знать, что если вы хотите, чтобы у вас экономика развивалась, надо, чтобы люди, которые занимаются, предприниматели, капиталисты, которые занимаются промышленности, могли бы получить дешёвый кредит. Но если 9,5%, а эти бандиты наши, коммерческие банки, накинут ещё 10%, будет 19,5%, а прибыль, которую могут получить наши предприятия, вот люди сидят с предприятий, сколько процентов? 10%, это максимум. Значит, 10% прибыль, а 19,5% отдайте. То есть и берут, почему берут? Ну, последний раз возьмём, всё равно уже наше умирает предприятие. Последний раз возьмём, обанкротимся, и мы видим, что одно предприятие с другим умирает. Одни вот так продают американцам, как Матвиенко продала, Сыстровецкий завод. ЗИЛ дружно там, дружно, перед лицом правительства и президента, уничтожили ЗИЛ, цвет вообще отечественной промышленности, и цвет рабочего класса выбросили, как говорится, на понятие. Это не где-нибудь там, неизвестно. А, скажем, если это в городе предприятие, как у нас завод Климова, нет, его нужно обязательно куда-нибудь в Никольске загнать, в Тосненский район. Его в Никольске и загнали. Ну, вот я сегодня прочитал, наверное, и там, и там какие-то есть. В Никольском, потому что там написали, что там теперь сделали, при выборах, при голосовании, там сделали специальное участие, куда-нибудь, так сказать, не могли попасть в контролера. Что это происходит? Это происходит то же самое, чтобы у нас было, как в Нью-Йорке, чтобы предприятий тут не было, чтобы жили здесь бомжи, проститутки, чтобы у нас здесь банкиры были, кто угодно. Только чтобы не было рабочих. Чтобы, если вечером вы пойдете, чтобы вы знали, что вас окружает, только люди, которые ждут, как вас ограбить, так сказать, уничтожить, убить. И эти люди даже не понимают, что такое город. Потому что город – это средоточие, прежде всего, промышленности. С промышленностью связана инженерная, так сказать, всякая и проектная подготовка. То есть, рабочий – раз, инженерно-техническая интеллигенция – два, учреждение культуры – три. Нет, мы вас загоним куда-нибудь, как вот сейчас там Hyundai и Nissan около помойки находятся. Чтобы не думали они, чтобы ездить в филармонию или, скажем, в театр и так далее, чтобы народ не развивался. Но если не развивался народ, он сможет осуществлять научно-технический прогресс. Он будет инновациями заниматься, вроде того, как занимается Чубайс. Действительно, такими инновациями, что более широко разграбить и уничтожить народные деньги никто не может. Поэтому, как только речь идет о большом разграблении, сразу вызывает Чубайса и туда, на это место сажает. Он у нас, видите ли, занимается новейшими технологиями. И что сделал? И сколько у нас есть уровня смеха? У нас столько прекрасных ученых и столько институтов. Нет, давайте мы их выбросим из Академии наук и подчиним некому замминистра экономики, который будет один управлять всеми институтами, которые ничего не понимают в развитии науки. То есть, не то чтобы это были какие-то отдельные ошибки, это просто говорит о полной безграмотности нашей этой буржуазии, которая до власти дорвалась, а управлять страной не умеет и не может. Вот по этому поводу Ремен в свое время и писал, что если... Вот программа, вот программа. Вот он говорил о том, что необходимо сделать. Градящая катастрофа и как с ней бороться, я говорил о другой работе. Он там говорил, вот эти меры, каждая из них по отдельности для буржуазии, в принципе, осуществима. Не в том смысле, что осуществление этой меры вовсе не приводит к социализму. Ну вот скажем, давайте все эти коммерческие банки превратим в отделение одного государственного банка, и сразу не будет коммерческих банков, если у вас миллиард, то ваш миллиард будет лежать в этом отделении. Если у вас три копейки, значит у вас миллиарда нет, то ваши три копейки никуда не денутся. Это ничего не затронет, только вот эти несметные, так сказать, прибыли, которые получают банки, ничего не делают для промышленности, это сразу исчезает. А вы получаете возможность симулировать промышленность. Это можно сделать, это можно сделать. И Ленин там говорит, что если это то, что можно и нужно сделать, в буржуазии делать не будет, то останется только один выход, так сказать. Это должен будет сделать другой класс, рабочий класс. Значит, ясное дело, что это предполагает, во-первых, и формулировку тех требований, которые необходимы для страны, нужные, вот я думаю, что и хорошо, что мы их сегодня обсуждаем, что является исторической необходимостью. И это необходимо сделать для того, чтобы Россия продолжала существовать как страна, как государство. А для рабочего класса это означает, что если в стране не будет сохранена промышленность, не будет рабочего класса, а если не будет рабочего класса, то все наши усилия по движению к сохранению стран социализма не будет в этой стране, потому что она где-нибудь в другом месте будет, где будет рабочий класс, а здесь тогда не будет. Поэтому говорят, какая нам разница, там буржуя, и тут буржуя, разница большая. И тот, что был, скажем, за границей, знает, там не собираются строить общество. А то ему партий таких нет, и намерений таких нет. И у нас-то КПРФ сказал, вот у нас, говорит, мирный путь. Это значит, что, дескать, мы, и как только засопротивляется муржуазия, сразу уже ничего КПРФ делать не будет. Неужели муржуазия не будет сопротивляться, если будет экспортирована собственность частная на средства производства, на предприятие? Ну хорошо, но вы делаете хотя бы это, производство развивайте хоть как вы можете. Никак же не хотят развивать. Не только не накапливают, не отправляют часть прибавочной стоимости на накопление, но и даже не амортизируют, то есть даже не сохраняют то, что есть, то, что осталось от Советского строя, от Советского Союза. Вот что происходит. Поэтому на этом фоне вот все эти заявления бодряческие такие, да мы, да ничего, нам это ничего не стоит. Как ничего не стоит? А 500 миллиардов, значит, руководителей наших, так сказать, и верхних слоев лежат, в Соединенных Штатах Америки, в банках. Поэтому очень-то зависит Россия. Очень от них зависит Россия. И куда вы пойдете? Вот самый патриот из патриотов, какой-нибудь капиталист, промышленный. Куда он пойдет? В какой банк? Ну что, он пойдет сумасшедший, под 9,5%, плюс коммерческий, он не может получить от Центробанка, он получит от банка коммерческого, который возьмет в Центробанке деньги, накинет свои 10, и вот под 19,5% предлагает, пожалуйста. Нет, люди побегут в Америку, в то же самое, в Западную Европу. Теперь там не дают. И что? А чтобы люди не взяли здесь, тогда сделаем, повысим еще ставку рефинансирования. Делают прямо противоположное тому, что должны сделать грамотные буржуазные экономисты. Прямо противоположное. То есть, если вот такую, как на Биуле, на пушечный выстрел ее нельзя подпускать в Центробанку. Это люди, которые объективно являются вредителями. Вот эти вредителями уничтожают Россию. Поэтому и Украине мы не можем должным образом помочь. И поэтому все это, вот когда Россия ослабела, вот настолько, насколько она ослабела, и видно, что она вперед быстро не движется, тогда надо, так сказать, по крайней мере, еще ее саму не рвут на клочки, а отрывает от нее Украину. Потому что у нас кооперация с Украиной была самая тесная, еще сохраняется самая тесная. Даже в военном производстве. И предприятия там покрупнее, чем у нас в России. Очень многие. У нас 3-4, теперь 200 человек уже хорошее предприятие. А там 13 тысяч, 20 тысяч предприятий в той же самой Новороссии. Вот что сейчас происходит. Поэтому я думаю, что лекции у нас очень актуальны, полезны и нужны. И нам надо на эту тему думать, и, может быть, к этим вопросам возвращаться снова. Потому что это крупная задача, которая стоит вообще и перед рабочим классом, и перед, и эта задача патриотическая, это задача, без которой, без решения которой, ни о каком, так сказать, движении к социализму, просто думать нельзя. Вы посмотрите, у нас старый рабочий класс, это люди в 50-60 лет. Вот они уйдут, а их не заменяют же молодые рабочие. Потому что, чтобы были молодые рабочие, надо, чтобы ваше предприятие не было предназначено на уничтожение, а если оно предназначено на уничтожение, кто туда пойдет? Кто будет туда пойдет из молодых? Вот проблема, которая... И такое, я согласен с Борисом Николаевичем, что обсуждать, в черте что обсуждают эти люди. Как будто они... То есть они, видимо, денег много получают. Думцы теперь получают уже не 150 тысяч, а 250 тысяч с 1 января. И вы хотите, чтобы они обсуждали вопросы подъема. И должны обсуждать, как разместить эти деньги, в каком банке, под хорошие проценты. Вот чем они сейчас заняты. Спасибо за внимание. Это отключительное слово? Это отключительное слово, да. Вот видите, мы хорошо что обсуждаем в нашем движении. Вот это пример, как должны обсуждать, только более остро, потому что все ответственные люди и на таком уровне, когда занимают высокие исполнительные должности, законодательные должности, конечно, там должны все кипеть, выдавать, и тогда Россия будет развиваться. А мы должны поддерживать движение. Но если движение, благодаря действиям нашего президента Владимира Владимировича Путина, сохранили Россию, поддерживать это движение. Если мы сохранили госкорпорации, судостроение, авиастроение, вновь создали, эти движения надо поддерживать. Если вы Олимпиаду провели, если в Крыму правильные действия и юрисдикция теперь России, поддерживать надо эти действия. А если уничтожили? А если что-то уничтожили, например, производство средств производства у нас 3% примерно от советского уровня. Но разве это допустимо? Если государство не поставит в качестве государственной задачи, мы будем очень зависимы. Вот сделают санкции, производство средств производства 3% и все, производство встанет. Потому что ничего, ни роботов ничего не дадут. А у нас ни станков ничего не производят. Не дадут запчасти на самолеты. Все встанет. И, конечно, о вузы, о профтехучилищи. Сколько вообще надо студентов, по какой отрасли выпускать? У нас уже автомобильной промышленности легковой российской не осталось. Даже Волжский автозавод, который имеет 300 километров конвейеров, полтора километра только главный конвейер, выпускает 87 тысяч в год только на экспорт. Ведущее, казалось бы, предприятие, которое принадлежало всем нам, пришел Андерсон Боинга с Горьковского автозавода. Там сократил главную задачу извлечение прибыли. Конечно. А, извлечение прибыли и на ВАЗе, и на ГАЗе также так. Долой все санатории, профилактории, долой поликлиники. Не надо. Это отрицательно влияет на прибыль. Убрали. Долой детские сады, долой другие учреждения социальной значимости. Убрали. А давайте, а зачем тут конструкторское бюро, а зачем научно-технический центр такой содержать? У нас во Франции есть 51% Рено, Ниссан, ВАЗ. Японии. Там уже все сделано. Японские коробки. Давайте вот Лада Ларгус. Ладу оставим, а этот же автомобиль. И изобретен там. Готовые крылья, готовые капоты. Давайте все поставим. Автоматическую коробку передач из Японии. Двигатель Рено. Все. Извлечение прибыли пошло-пошло. А все же остальное рушится. Уже наши инженеры не нужны. Наши литейные производства не надо. Прессовое производство. А зачем? Все там отлили. Уже готовые крылья поставили. Шлюп-шлюп. Если такая тенденция пойдет, то все развалится. То есть, конечно, наше движение должно поддерживать программу развития России. И если такая программа будет разрабатываться, мы это тоже действие будем поддерживать. Спасибо за внимание. Еще раз с наступающим праздником Великой Октябрьской Советической Революции и новых побед. Спасибо. Спасибо. Следующий лиц. Объявление короче. Следующее занятие 13 ноября про Союзов за улучшение условий труда. Ведет занятие кандидат медицинских наук Дегтярёв Денис Борисович. Также напоминаю, что 20... Это не месяц? Нет, это 13. Это у нас замена будет 27 ноября. Следующий. Не следующий, через одно. 20 ноября через одно занятие. Напоминаю, мы встречаемся в музее Нарс-Казахстана. Вот я распечатал такие в паргалочке. Кто, кому нужно, можете взять. Все тогда? Да, пожалуйста. Все. Вы проходите объявление завтра. Значит, музей Нарская застава чем знаменателен? Он располагается в здании, где летом 17-го года проходило одно из... Вы упрямите, если вы гуляете. Сейчас вот этот накопчик давай. Проходило одно из заседаний 6-го съезда РСДРП большевиков, на котором был принят курс на вооруженное восстание. Из-за того, что товарищи сдали. Так, объявление еще, пожалуйста. Значит, товарищи, завтра в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции в 18.30 у Финляндского вокзара будет митинг, посвящен этому событию. Согрешаются. В 18.30 вот последние сведения. Ну, к 18 сюда вполне можно подойти. Но последние сведения 18.30 Все, спасибо. Так, я бы мог сказать, как туда идти. Вот там у нас. На улице Ивана Черных, 123. Так, Михалкин. У Нарских ворот, вы, наверное, знаете, до Когорького. Вот сразу до Когорького повернуть, повернуть налево. То есть, недалеко. Да, недалеко. И прямо за до Когорького это улица Ивана Черных. И там, рядышком, это самое здание. Мало известно, что... Вообще мало известно, что, оказывается, у нас, прежде чем состоялось заседание ЦК РСД РП большевиков, дважды по поводу вооруженного восстания, был съезд этому посвященный. Съезд проходил сначала на Выборгской стороне, первая половина. А потом, поскольку там было не очень спокойно и не очень безопасно, делегаты перебрались на Кировский, в тот район, в район Нарских ворот. И вот там стоял старуюся. И там было принято решение съезда. И с докладом выступал о вооруженном восстании товарищ Сталин. Поэтому, когда вот спрашивают, или об этом говорят, а кто делал доклад о вооруженном восстании? Имейте в виду. Хотя, вот в литературе почти об этом ничего не говорится. Поэтому музей уникальный в этом смысле. Это очень интересно там побывать. Я очень всем рекомендую. Спасибо. 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 Спасибо.